Если мы посмотрим на раннюю стадию рака языка Т1, Т2, Н0, если посмотреть на всю эту группу, то выживаемость где-то 90%. Если мы посмотрим на опасность русской рулетки, то это где-то 15% риск смертности. Но если мы разделим эту группу раннего рака языка Т1 и Т2, то мы увидим другую картину. Т1 выживаемость 92%, а Т2 умирает 30%. Даже если они Н0 клинические, даже если они прошли элективную лимфодисекцию, даже если они получили лучевую терапию. Результаты, которые были показаны в предыдущем докладе, показывают, что даже после лучевой терапии, Декрюс и лучевой терапии, примерно 40% пациентов, несмотря на это, погибло. Результаты наши, которые были сделаны моими коллегами Линда Марклинд, Бьерн Пармгрен, мы посмотрели на результаты выживаемости раннего рака языка Т1, Т2 и Н0. И что оказалось? Что оказалось? Это был материал с 2008 года по 2012 год, поэтому это длительная выживаемость. Если это Т1, то из 70% только 5% получили региональный рецидив. Если это было Т2, то из 70% 25% получили рецидив, несмотря на профилактическую лимфодисекцию и лучевую терапию. Вопрос заключается, что делать и почему? Мне очень легко, по той причине, что предыдущий докладщик это уже показал. Когда мы планируем наше лечение хирургически или с точки зрения лучевой терапии, мы исходим из вот этой всем известной таблицы региона 1, 2, 3, 4, 5. Нет таких регионов на шее. Одна из причин, почему мы неправильно поступаем, по той причине, что вместо того, как выглядит действительность, нет таких регионов, нет границ между регией 1, 2, 3, 4 или 5. Это просто способ описания, для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Кроме того, все построено на статистике. Если мы посмотрим 100 пациентов, то действительно, если у человека, у пациента Т2, рак края языка, то вероятность такова. Но это из 100 пациентов, а индивидуально у каждого пациента, на самом деле, у нас нет ни малейшего представления. Поэтому я и показал эту картинку с русской рулеткой. Это не преувеличение. Значит, мы начали заниматься лимфской интеграфией достаточно давно. Это картинка 15 лет давности. Это женщина, у которой была меркельцель карцинома на затылке. У нее был один метастаз клинически известный, поэтому надо было делать лимфодисекцию, а какие регионы удалять. В то время у нас не было доступа к спект-сети, поэтому техника, которую я использовал, я вводил для того, чтобы получить анатомические параметры, я вводил скелет, препарат, который накапливается в скелете, поэтому я получил анатомическую картинку. На этом уровне было легко видеть, где у нее находятся пограничные узлы. Она была прооперирована. Сейчас это уже прошло 15 лет, она здорова. То есть с этого начался наш процесс, несмотря на то, что в то время мы не имели соответствующей технологии. Много что произошло с того времени. Появился в начале эмиссионная томография, которая, естественно, дает совершенно другое представление о анатомических соотношениях. Здесь пример рака миндалины, и вы видите четко, что если бы вы ожидали, исходя из статистики, то вы бы не ожидали, что у этого пациента имеются пограничные узлы, сторожевые узлы в пятом регионе с обоих сторон. Это не значит, что в них есть метастазы, но если у нее есть метастазы, то они, естественно, будут там. Техника за это время развивалась, потому что все зависит от того. Одно дело, что ты владеешь техникой пограничных узлов, но очень важно, чтобы все этапы этого мероприятия происходили адекватно. Иначе мы только получаем информацию, которую мы не знаем, как использовать. Что влияет на достоверность исследования? Во-первых, естественно, какой изотоп вы используете? По-прежнему в мире используются разные изотопы, поэтому на самом деле сравнивать результаты не очень правильно. Мы используем специальный препарат, сравнительно новый, который не просто пассивно переходит через лимфатические узлы, а он накапливается, так как у него имеются специальные качества. Он прилипает к макрофагам в лимфатических узлах, поэтому он сохраняется, да, мы это не только пассивный процесс. Поэтому у нас есть возможность действительно видеть, что это первого эшелона узлы, а не те, которые уже возникают второго или третьего. Тоже пример опухоли миндалины. Вы видите, что здесь, в принципе, ну здесь это, естественно, видно, это не очень видно. Но если мы посмотрим на следующую, то если бы радиотерапевт получил такую картинку в процессе или до того, как он планирует лучевой терапии, я думаю, трудно было бы закрыть глаза на это. Тоже пример того, если мы сейчас все-таки говорим о том, как мы планируем лимфодисекцию, то когда мы до операции сделали кортирование лимфатических узлов, то, естественно, это влияет на то, как мы планируем лимфодисекцию. Я не касаюсь тех вопросов, которые были в предыдущем докладчике. Во время операции не так просто найти лимфатический узел, если вы используете только гамма-про. Поэтому мы всегда используем комбинированную технологию. Мы используем индиционин зеленый, что дает значительно более высокий уровень определения нахождения пограничного узла. Вот это препарат, который вы удалили во время лимфодисекции. Вся информация о том, какое количество метастазов имеется в лимфатических узлах, она исходит из клинического исследования лимфоузлов. Почему эта информация на самом деле абсолютно недостоверна? По той причине, что, во-первых, патолог не всегда находит этот лимфатический узел, когда вы его посылаете. Мы сознательно маркируем его совершенно четко, что вот это один, второй, третий. То есть здесь не будет не упущен никакий лимфатический узел. Второй уровень ошибки происходит где? Стандартное патологическое отделение, как ваше, как наше, любое, оно не может серийно порезать весь лимфатический узел. Поэтому простая математика, если микрометастаз 0,2 мм, то если лимфатический узел 10 мм, то вам надо 50 срезов. Никакой патолог, никакая патологическая лаборатория не может это делать. Поэтому вся информация, которая в литературе постоянно циркулирует, она построена на базе неадекватных данных. То есть выявить такой метастаз с помощью серийного среза невозможно. По этой причине то, что мы используем, мы сейчас постоянно используем флёды с проточной цитометрией, которая даёт возможность, что вся ткань лимфатического узла проходит через аппарат. Поэтому ни одна клетка не пропускается. Поэтому чувствительность возникает на уровне одной клетки на 10 тысяч, одной раковой клетки. Это не зависит от человека. Этот аппарат говорит, есть раковые клетки или нет. И аппарат показывает чётко, как много. 1% раковых клеток, 2%, 15%. И те результаты, которые мы уже в настоящее время имеем, что когда мы пропускаем через флёды с цитометрией те препараты, которые прошли обычное стандартное патогистологическое заключение, примерно в 40% случаях мы находим, что в них есть метастазы. Это то, что было опубликовано моими коллегами. Вот эти наши, скажем так, предварительные датные. Следующий вопрос. А что ещё мы можем из пограничного узла выявить, кроме того, что стандартно используется для того, чтобы определить, есть метастазы или нет? Все сейчас говорят про иммунологию. Пока что нет достоверных иммунологических параметров, которые в основном, практически все построены на то, что имеется в опухоли. Здесь. Но опухоль ведь это же как Бородинская битва. Это погибшие солдаты. Это лимфоциты, естественно. Это раковые клетки. Но это уже, если у человека есть раковая опухоль, это значит, что битва проиграна. Опухоль продолжает расти, и организм в ней не справляется. Где начинается подготовка оружия для того, чтобы победить опухоль иммунологически? Это начинается в лимфатических узлах. Это начинается не в каких-либо лимфатических узлах. Это начинается в пограничных лимфатических узлах. И это было причиной, исходя из вот этой вот простой картинки, почему мы посмотрели на то, как реагируют лимфоциты в пограничных узлах. И мы увидели, что имеется определенная четкая зависимость того, как, во всяком случае, даже на очень простом уровне, когда мы смотрим на Седе Фира и Седе Отто. То есть Седе Фира и Седе Отто изменяются в зависимости от того, это метастаз, в зависимости от того, это пограничный узел или это обычный лимфатический узел. И чтобы сделать историю более короткой, во всяком случае, те предварительные результаты, которые у нас уже сейчас есть по длительному наблюдению за пациентами, что вы здесь видите? Это 18 пациентов, каждый соответствует двумя пациентам. Те в большинстве случаев в пограничном узле имеется увеличение количества Седе Фира с ранними маркерами Седе Секстиния. Седе 69. А у четырех пациентов наоборот. Те, в которых в пограничном узле была реакция ниже, они умерли. Те, у которых в пограничном узле был рост Седе Фира с 69, они живут. Естественно, я никаких больших заключений из этого не делаю. Это то, на чем сейчас строится несколько проектов. Но, во всяком случае, предварительные результаты в этом плане совершенно очевидны. Поэтому концепция лимфокартирования может быть использована даже уже на данном этапе для того, как планировать лимфодисекцию, для того, как планировать таргет при лучевой терапии. И мой доклад, который будет в последующем, естественно, если вы знаете, что у вас небольшой таргет, то, естественно, у вас есть возможность сделать одностороннюю лучевую терапию вместо двусторонней. А кроме того, если у вас нет патологических условий на шее, вы можете использовать практически высокодозную лучевую терапию с помощью бракетерапии, что дает возможность, большая вероятность вылечить пациента, меньше риск осложнений. Спасибо. У меня первый вопрос. У нас получается, при биопсии сигнальных лимфоузлов, вопрос касается радиофармацевтического препарата, по сути дела, что при коллоидах, которые мы используем, они разного диаметра, частота ложно-отрицательных заключений оказалась очень высокой. Приближаясь, если я правильно помню, по-моему, к 30% или даже выше. И здесь трудно не согласиться с этой концепцией, с точкой зрения о том, что деление на уровне тоже достаточно условно. Насколько часто вы видите с кемолоцептом так называемые прыгающие скид метастаза? То есть как часто у вас бывает ситуация, когда вы в сигнальном лимфоузле, который вы определяете с помощью радиофарм препарата, не видите метастатического поражения, а в рядом расположенном или лимфоузле, который условно на более дистальном уровне, вы видите изменения? Вот это вопрос, наверное, который один из главных нас интересует сейчас. На данном этапе практически мы не видим того, именно отличия между лимфосиком и наноколем, что лимфосик значительно увеличивает надежность исследования. Поэтому нам дается избежать вот этих прыгающих метастазов. И второй вопрос. При этом у нас получилась довольно позитивная картина с точки зрения прогнозирования моно- или билатерального лимфоотока и, соответственно, моно- или билатерального поражения. То есть, если мы видим моно- или билатеральный отток, то пока что у нас не было разочарования. И мы можем быть уверены, что это действительно моно- или билатеральный отток. Насколько это совпадает с вашими результатами? То, что я сейчас сказал, это, в принципе, является в определенной степени новым для моих коллег. Мы сейчас используем эту нашу встречу у вас для того, чтобы обсудить наши совместные проекты, которые построены будут на этой концепции. Я понял. Спасибо огромное. Продолжение следует...